Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид. С вами я, ваша Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что можно посеять в декабре. Вы мне скажете, Лариса, ты с ума сошла? Мы только-только перевели дух, еще не успели отдохнуть, а ты уже с новыми посевами. Ну вот так, друзья мои. Наши цветочки не дают нам возможности сильно расслабиться и отдыхать. Пришло время некоторые из них уже сажать. Начну с первого цветка, который желательно посадить в декабре месяце. Но в принципе, можно его еще посадить и в январе месяце. Это эустома. Эустома тот цветок, который зацветает через 5-6, а иногда 7-8 месяцев. Потому что некоторые бы мне писали, что уже август месяц и на дворе она только-только у нас начала формировать бутоны и активно их распускать. Вот чтобы этого не случилось, декабрь это хороший месяц для посева эустомы. Помните, что на первых порах она развивается, ну очень туго. И такая она тормознутая на первых этапах. Поэтому здесь с эустомой лучше пораньше посеять. Сеять и сразу же с запасом, потому что не все семена сразу всходят. И хочу сказать, на сегодняшний день такое количество разных по расцветку цветов эустомы, что в общем-то глаза разбегаются. Эустома бывает разных размеров. Высокая, средняя и маленькая. Маленькую можно сеять сразу же в горшки, небольшие плошки, и потом уже пересаживать в горшки. И выращивать в горшках, и в горшках выставлять на улицу. То есть в зоне патио или же просто даже в саду в своем цветнике. А потом уже осенью заносить ее домой. И она какое-то время вас еще будет цвести дома. С высокорослыми, конечно, лучше сажать в открытый грунт. Так, эустома номер один в моем списке. Второе в моем списке растений, которое я очень люблю. Это пеларгония. В простонародье она называется герань, хотя это не совсем верно. Пеларгония. Чудесное растение. Украшение сада. Может расти в горшках, может расти в открытом грунте. Беспроигрышный вариант. Цветет все лето. Если вы ее не зальете, не закормите, все, будет цвести просто как ненормальная, как бешеная. Вот посмотрите, до сих пор у нее продолжается лето. Я ее высевала в прошлом году семенами. Все лето она у меня цвела. После я ее выкопала и в горшочек посадила разные сорта. И посмотрите, какое буйство красок. Посмотрите, какая она чудесная. У нее лето. Стоит у меня на балконе. На балконе 10 градусов. И вот она продолжает меня радовать цветами. Так вот, что дает сейчас нам такой посев в декабре? В декабре мы получим с вами ранние всходы. Соответственно, растение уже к февралю месяцу у вас будет достаточно окрепшее. И вы с него можете нарезать черенки. Даже если у вас не все семена взойдут. Будет даже пусть 2-3 всхода хороших, сильных. С них вы уже можете нарезать черенки. И тем самым, вот нарезав черенки, простимулируете рост боковых снизу побегов. Кустик будет пышнее. И черенки у вас успеют зацвести. Потому что укорененные черенки гораздо быстрее зацветают, чем выращенные семян. Пеларгония зацветает тоже спустя 3-4 месяца после посева. Даже может быть чуть больше. Но все зависит от агротехники. Поэтому пеларгония, посаженная в декабре, это точно 100% маточник и 100% цветение. Следующее растение, которое мы тоже можем сейчас посевать в декабре, это наши любимые петунии. Петунии сейчас на сегодняшний день расцветок, форм цветка, размер цветка. Море. Так что петунии это действительно украшение сада и, в общем-то, наши любимые растения. Что дает посев в декабре? Опять-таки мы сможем с вами вырастить маточный куст. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что петунии из семян-то их мало в пачке. Всходят они неравномерно. И иногда бывает, что из пачки, из трех семян, ну, это если хорошо, вот такие хорошие, качественные семена, взойдут все три. А бывает так, что из трех семян взойдет только одно семечко. Вот чтобы, как говорится, сорт у вас, который вам понравился, или гибрид, который понравился, у вас порадовал вас цветением. И был его не один стебелечек и не один цветочек, а много. Вот сейчас посев в декабре даст вам такую возможность. То есть вы вырастите маточный куст. Он у вас хорошо, достаточно уже разовьется к марту месяцу. Вы с него нарезаете черенки и точно так же укореняете их, и они еще быстрее зацветают, чем вот посеянные семян. Ну, и тут уже закономерность. То есть семенное размножение позже зацветает, чем укорененные черенки. Поэтому это очень хороший способ создать много растений из одного семечка. Еще одно растение, которое нравится мне очень-очень. Гербера. Гербера сейчас в декабре самое время сеять. Потому что гербера зацветает через 7-10 месяцев. Гербера прекрасна всегда в букетах, в горшках, в саду. Везде она смотрится ну просто изумительно. Растения, которые и листья, и цветы декоративные. Можно потом, после того, как она у вас отцветет хорошо в саду, занести домой. Будет как у вас комнатное растение. Помните, гербера зацветает 7-10 месяцев. Поэтому ей сейчас самое-самое время. Обратите на нее внимание. Часто сейчас семена стала встречать разной по высоте, по размеру цветка. Так что вот в цветочных магазинах мимо не проходите. Остановитесь. Выберите себе подходящий сорт. Еще одно растение, которое покоряет все сердца. Всегда. Беспроигрышный вариант. Это колиусы. Наши любимые распрекрасные колиусы. В этом году мне сделали много комплиментов тому колиусу, который рос у меня в саду. К колиус под названием Аватар. Но это действительно просто восторг, песня. И вообще это такое яркое пятнышко было в саду. Необычное очень. К колиус Аватар вообще, вы знаете, наверное, из всех колиусов самый бомбический такой. А вообще все, без исключения колиусы, это могут быть как основа в цветнике. То есть и как дополнение. В любом виде они хороши. Будь то дополнение к розам, будь то дополнение к однолетникам, будь то как самостоятельное растение. То есть это растение беспроигрышный вариант. Не прихотливый, не капризный. Сажайте, сейте его смело. У вас уже, скажу так, что уже в феврале будет хорошо развитое растение. И с него уже будет, даже с одного, вы можете нарезать до 10 черенков. Да, у колиуса достаточно буквально 2-3 сантиметра стебли. И уже вырастет прекрасное растение. То есть из одного растения вы можете бесконечно резать черенки. Поэтому колиусы самое время сейчас сажать и резать потом с него черенки. Следующее растение, которое я тоже сейчас призываю его посеять, это вербена. Вербена чем хороша? Долго она очень раскачивается, тугая на всхожесть. Секрет есть там, у нас ролик есть на канале о том, как сеять вербену. И я там делила своими наработками, причем мы с вами эксперимент ставили, даже сеяли просроченные семена. Вербену точно так же можно размножить черенками. И вот представьте, если вы сейчас посеяли, у вас уже будет тоже хороший кустик, хотя бы уже такой хороший кустик, где можно будет черенкнуть с нее, отрезать черенок. Или же, если вы не хотите черенок, то во всяком случае вы уже получите хорошо развитые растения. И когда вы его посадите в грунт, то уже я уверена на 150% что он у вас уже будет цветущий. И когда вы его высадите в грунт, там уже не будет паузы, сразу пойдет массовый выброс вот этих вот красивущих цветочков. Поэтому вербена можно сеять уже в декабре. Дельфиниум. Еще одно прекрасное растение, которое можно уже начинать сеять в декабре. Почему? Дело в том, что у дельфиниума период стратификации большой. То есть ему нужна обработка холода. И самое главное, что у вербены, что у дельфиниума, у семян быстро теряется всхожесть. Поэтому, особенно вот актуально это с дельфиниумом, в магазине когда выбираете, смотрите упаковку когда. Выбирайте самые свежие семена и сразу же вот в декабрь и сеете их. Ну месяц у него пройдет стратификация, в декабре он у вас посеян, если в начале месяц стратификация, то в январе у вас начнется рост. И уже к моменту высадки в грудь у вас уже будет хорошо развитое растение. И соответственно вероятность цветения в первый год у вас очень-очень высока. Причем, вы знаете, не такой вот цветочек будет, а может даже случиться такое, знаете, хорошее среднее цветение. Вот именно посадка в декабре. Вы знаете, если честно, можно сажать любые растения в декабре, у которых длительный период стратификации. Вот которой требуется хорошая такая обработка холодом. И причем, вы знаете, не обязательно ведь ставить их все на подоконники. Вы можете все их в плошки засыпать землей, засыпать сверху снежку, растаял снежок, семена затянулись и в сугроб. У тех, у кого выпал снег. Но в этом году мне писали, фактически вся страна пишет, что снежный покров лег хорошо у многих, уже прям такой хороший. Поэтому смело можно закапывать в снег и там будет естественная стратификация. То есть никаких подоконников занимать не будем. Пусть они у нас пролежат там. И пусть даже можно лежать и не обязательно месяц, можно даже чуть и побольше. Пусть они пролежат и все будет распрекрасно. Чем длительнее стратификация, ну в разумных, конечно, пределах будет идти у цветка, тем у него будут сильнее всходы. Друзья, у меня на сегодняшний день все. Возможно, я какие-то цветочки забыла. Ну, в комментарии вы мне напишите, напомните. И от вас я жду еще один момент, чтобы вы мне написали, какие цветы вы хотите от меня увидеть в мастер-классе по посеву. Я съезжу в магазин, куплю цветы и мы с вами будем всю зиму сеять, выбирать, подбирать цветы и сеять на рассаду. Еще момент такой забыла сказать, что все цветы, которые мы с вами посеем в декабре, в обязательном порядке должна быть досветка. Без досветки такие ранние посевы удачными не будут. Световой день должен держаться в диапазоне от 12 до 14 часов. Помните про полив? Полив первое время, когда мы посеяли цветы, должен быть настолько сдержан. Такой вот очень-очень аккуратный. Потому что одними только поливом можно погубить все без исключения растяжки. С поливом крайне аккуратно. И световой день в декабре месяце, как правило, у нас если пасмурный день, то подсветку включаем на весь день. Если день солнечный, то солнечный день у нас, то есть интенсивность света где-то с 10 часов, ну максимум до 3, а дальше включаем подсветку. Это при солнечном дне. Если не солнечный день, то значит вы уже, я уже сказала, то есть подсветка весь день. Без подсветки не получится. Все, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Садовый гид.